приветствую друзья вы на youtube канале все для клева сегодня у нас очередная рыбалка мы находимся в теплодаре это теплодарское водохранилище мы на дамбе находимся и сегодняшнее видео посвящено варианту спортивной рыбалки этом водохранилище почему возникла идея именно такого видео потому как я участвую в соревнованиях большого кубка fish dream 2020 и с моим соперником battle будет именно здесь поэтому я попросил александра знакомьтесь это александр здравствуйте дорогие подписчики и мы сегодня с ним вдвоем попробуем провести такой battle такой небольшой battle между собой заодно определить какая прикормка здесь эффективнее какая наживка лучше воденный поводок лучше сделать крючок в общем все моменты и нюансы можно было принять сразу на на моем и на александр и подготовиться к будущему баку прикормка будет однозначно fish dream я буду ловить на более сладкую саша немножко такое более такого пикантно пикантную да 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 и посмотрим что эффективнее я буду ловить на карп карась универсал позже или ты будешь у меня все равно не давай вот выбери сам давайте буду ловить на это на black sport и карась чеснок да хорошо я тогда на версал плюс и карп карась то есть у меня будет более сладкая у тебя будет более пикантная и когда плюдели пополам согласен все огонь у меня запах чеснока пошел и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ничего нового кроме инлайна я не придумал, поэтому буду использовать именно фидерный монтаж инлайн с стопорной бусиной и поводок у меня будет примерно 67 см. Цель длины поводка я начну, а дальше посмотрим, как поведет себя рыба и какие будут поклевки. Саня, ты готов? Я готов, да. Первая рыба. КОНЕЦ У меня побольше будет. Такое ощущение, что водоем мертвый. Полчаса рыбалки прошло, нашего батла с Александром. И у меня только одна несчастная рыбеха, у него три таких же самых несчастных. И все, поклевок нет. То есть я как бы точку прикормил и ожидаю от нее какого-то ответа, а ответа нет. То есть нужно теперь либо искать другую точку, но прикормка у нас одна, как бы я не делал второго вида прикормки, второй вид у Александра. Но я с уверен, что у него тоже такая же ситуация, как и у меня. Мягко говоря, плачевная. Посмотрим, что будет дальше, придет ли рыба на точку. Но в моих планах сейчас, по крайней мере, попробовать удлиниться с поводком и прикормить вторую точку ближе ко мне. Уже становится интереснее. Первый карась. Да, второй карась уже. Второй на бутерброд. Два опарышей подсаживают туда кукурузку. Один легкий удар, потом жадный удар. Подсечка и карась. Дврач. Это ж надо, а? Друзья, смотрите. Теплодаровский драч вытащил. Надо ж. Оказывается, здесь тоже на драча ловят. Представляете? Драконьеры. Смотрите. Друзья, немного его видоизменили. И выкинем в ближайшем мусорном баке. Очередная плотвичка. Ветер начинает усиливаться. И поклевки практически не видит. Мы продолжаем батл. Не такие трудности у нас в жизни еще были. Поэтому я думаю, что все у нас получится. И подлечь. Друзья, спасибо. Очередная тропейная рыба. Хочу объяснить, почему у меня увеличилось количество поклёвок. Поменял крючок и взял вот такой вот, смотрите. Видите, какой крючочек? Это 022 серия, анакондовская. Получается, здесь вот такое цевьё более круглое, и сюда нормально цепляются хорошо три опарыша, и ещё остаётся нормальная колющая часть крючка, остаётся свободная. Я как бы не планировал на неё ловить, но уже перепробовал всё, что только можно. И вот, как по мне, это в принципе как вариант, почему у меня начало клевать. То есть поменялась форма крючка, и это важно. Пошла, пошла рыба, пошла. Друзья, на червя, на червя. Вы видите, да? Друзья, кроме того, что мы ловим рыбу, ещё и тестируем картошку от фирмы MeFine. Это Марс 4000, и у Сайги 5000, такая же самая катушка. Почему я её взял? Я вам скажу, что я, когда узнал её цену, я удивился, что катушка с алюминиевой шпулей, с двумя шпулями, с алюминиевой пластиковой, с железной ручкой, с мгновенным антиреверсом, может стоить 400 гривен. Я удивился, честно говоря. Поэтому решил её испытать и проверить, действительно ли она стоит этих денег. Так вот хочу сказать, что она не просто стоит этих денег, она превышает стоимость этих денег, я не знаю, в два раза. Поэтому YouTube-канал Судья Клёва рекомендую. Ещё одним маленьким секретом сегодняшней рыбалки является то, что в прикормке должна присутствовать не только мелкая фракция, но и крупная. Посмотрите на неё. Здесь и кукуруза, и опарыш. То есть всё присутствует. После добавления животного компонента и крупной фракции стали поклёвки намного активнее. Сань, на что, Сань? На червя! Опа! Вот такой карасик. То есть, в принципе, карась прошеный, но найти ключик к нему можно. Последние два часа начал работать активно червяк. Просто не всегда поклёвки результативные. Потому что нужно менять вовремя крючок. Он имеет свойство откупиться. Согласен. Сейчас я это и сделаю. И увеличу размер крючка. Давай. Он оторвал, да? Не зашёл, есть. Во! Крючок поменял, размер увеличил. Результат налицо. У меня просто рука большая. Так, такарась тоже не маленькая. Так, так вы увидели. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА друзья финальная рыба финальная а саня практически выиграл меня еще чуть-чуть и все да время поджимает поэтому будем закругляться время нашего батла вышло саня вытащил крайнюю рыбу ну стали мы будем верить количество и будем и будем да и так все понятно да все понятно что наглядила дружба друзья самое главное что я узнал подобрал ключ к этой рыбе я знаю как победить спортсмена и я не уверен там с большой вероятностью но у меня уже в принципе картинка сложена как поймать рыбу на этом водоеме поэтому ждите батла со спортсменом и валейте за команду все для клево друзья если видео понравилось ставьте лайки подписывайтесь на наш канал все для клево и экспериментируйте самое главное приезжайте на разные водоемы пробуйте ищите ключик рыбе и вас все получится рыбакам всегда сопутствует удачи поэтому главное действие всем удачи все просто пока